сегодняшняя тема возбудители гнойно-воспалительных процессов грамм положительная стафилококки и стрептококки обладают способностью вызывать у человека воспалительные процессы которые сопровождаются образованием гноя поэтому стафилококки и стрептококки это гноеродные кокки. стафилококки обнаружены Робертом Кохом, выделены из гноя фурункула пастера, а детально изучены Розенбахом. по токсономии относятся к семейству микрококкации роду стафилококкус, три вида. стафилококкус ауреус, стафилококкус эпидермидис и стафилококкус сопрофитикус. морфология. форма шаровидная, диаметр составляет 0,8-1 микрометр. расположение в мазках бессистемное, напоминают виноградную гроздь. неподвижны, спор капсул не образуют, методом грамма окрашиваются положительно. культивирование. стафилококки это факультативные анаэробы. они неприхотливы к питательным средам. оптимальная температура 37 градусов. на мясо пептонном агаре образуют колонии круглые с ровными краями. цвет колоний зависит от пигмента. пигмент не растворяется в воде, но растворяется в эфире. белый пигмент, как правило, свидетельствует о непатогенности стафилококка. лимонно-желтый принадлежит условно-патогенному, а золотистый пигмент соответствует стафилококкус ауреус, золотистому стафилококку. иногда используется элективная среда, желточно-солевой агар. в составе 10 процентов натрий хлор и куриный желток. повышенная концентрация хлорида натрия подавляет размножение сопутствующей микрофлоры. ферменты. стафилококки вырабатывают протеолитические ферменты. плазмакаагулазу, фибринолизин, гиалуронидазу, днказу и рнказу, лейкоцидин и пенициллиназу или бета-лактомазу. разрушает пенициллин и обуславливают устойчивость к пенициллину. токсины. гемолизины альфа-бета-дельта-гамма. альфа-токсин продуцируется золотистым стафилококком и обладает кардиотоксическим действием. может вызвать остановку сердца. энтеротоксины а, б, ц, д, е, ф. они антигенно различаются, не меняют органолептику пищи, то есть вкус, цвет и запах. термо стабильны. эксфолиативные токсины могут вызвать пузырчатку новорожденного. резистентность во внешней среде. стафилококки устойчивы к высушиванию, замораживанию, к действию ультрафиолетового облучения. но они чувствительны к раствору бриллиантовой зелени, поэтому при гнойничковых поражениях кожи эффективен раствор зелёнки. эпидемиология. по источнику может быть эндогенная инфекция и экзогенная. заболевание антропонозное. источником являются люди. пути передачи аспирационный через воздух, контактный и алиментарный через пищевые продукты. входные ворота многочисленные. это поливоротная инфекция. это поврежденные участки кожи. в стационарах возникновению стафилококкового заболевания способствуют оперативное вмешательство, длительная катетризация кровеносных сосудов, внутривенное ведение препаратов. в этих случаях инородный материал может создавать очаг стафилококков и входные ворота для их проникновения. предрасполагающие факторы. диабет, почечная и печеночная недостаточность, наибольшая восприимчивость у грудных детей. патогенез. вызывают неспецифические гнойно-воспалительные заболевания общего и местного характера около 120 нозологических форм. как все условно-патогенные микробы стафилококки не имеют органного тропизма и поэтому так много нозологических форм. поражение кожных покровов фурункулы, карбункулы, абсцессы, флегмоны, панориции, пиадермии. поражение слизистых оболочек, конъюнктивиты, атиты, энтероколиты. поражение внутренних органов, абсцидирующая пневмонии, сепсис, остеомиелит. сейчас говорят об увеличении случаев и утяжелении течения госпитальной стафилококковой инфекции. иммунитет не остается. возможно повторное заболевание в виде рецидива или реинфекции. причина кроется в том, что в органах и тканях людей имеются общие со стафилококками антигены. это явление носит название антигенной мимикрии. лабораторная диагностика. исследуемый материал, гной, отделяемая слизистых оболочек, мокрота, кровь, пищевые продукты, сметана, торты, кремы, рвотные массы, промывные воды и испражнения. первый метод бактериоскопический, он ориентировочный. в мазках обнаруживаются грамм положительные кокки, расположенные гроздями. второй метод бактериологический, ведущий. гной, отделяемый ран, засевают в чашки петри и выделяют чистую культуру. если исследуемый материал кровь, ее берут стерильным шприцом из локтевой вены больного и засевают в сахарный бульон. когда выделяют чистую культуру, для идентификации проверяют гемолиз на 5% кровяном агаре. гемолиз эритроцитов это основной признак патогенности стафилококка. для идентификации проверяют ферментацию манита и плазмокоагулацию. при внутрибольничной стафилококковой инфекции определяют фаговар стафилококка чувствительность к антибиотикам. 3 метод биопроба. при пищевых отравлениях для обнаружения энтеротоксина используют котят. маленьких котят сосунков заражают через рот фильтратом рвотных масс. и через 30 минут у котят развиваются симптомы гастроэнтерита. разберем лабораторную диагностику стафилококковых заболеваний на конкретных примерах. такой пример. больной обратился к врачу с жалобами на боли в кисти и увеличение подмышечных лимфоузлов. а при осмотре у пациента панорицей на фаланге пальца левой руки. каков предполагаемый возбудитель? какой материал надо взять для исследования? и какие препараты нужно назначить пациенту? скорее всего панорицей вызван возбудителем гнойно-воспалительных заболеваний. и скорее всего это стафилококкус ауреус. стерильным тампоном для исследования берется гнойное отделяемое. делается посев в питательные среды в чашки с кровяным и желточно-солевым агаром. проверяется плазмокоагулазная активность и разложение манита в анаэробных условиях. а лечение назначается антибиотиками с учетом результатов антибиотика граммы. еще одна задача. у пожилого пациента 65 плюс на фоне рецидивирующего фурункулеза наблюдается резкий подъем температуры до 39 градусов. озноб, тахикардия 110 ударов в минуту, лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево. надо поставить предварительный диагноз и сказать, какие лабораторные исследования нужно провести в данном случае. предварительный диагноз сепсис. то есть возбудитель из первичного очага попал в кровь, там размножается и локализуется. скорее всего это стафилококковая этиология. у пациента забирают кровь 10 миллилитров, засевают в элективную питательную среду на 100 миллилитров и проводят бактериологическое исследование. затем культуру идентифицируют по тем же признакам, как в прошлой задаче и определяют антибиотика устойчивость этого штамма. еще задача. пищевое отравление возникло у группы рабочих, которые в буфете предприятия съели булочки с кремом. булочки были вчерашней выпечки и не хранились в холодильнике. какой материал подлежит исследованию? каков ход данного исследования? у рабочих появились боли в животе, рвота и жидкий стул. поэтому материал для исследования, испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка и остатки крема. проводится бактериологическое исследование, то есть посев возбудителя с целью выделения чистой культуры. пищевое отравление при употреблении крема чаще всего вызывает стафилококкус ауреус. питательные среды для посева желточно-солевой агар и кровяной агар. идентификация проводится по обычным признакам, морфологическим, тенкфериальным, при посеве в полужидкую среду гиса с монитом и в посев в цитратную кроличью плазму для определения фермента плазма коагулазы. профилактика стафилококковых заболеваний. общие гигиенические мероприятия. предупреждение травматизма. соблюдение санитарно-гигиенических норм в родильных домах, хирургических отделениях, особенно на производствах, связанных с микротравами кожи, например, на консервном заводе. для предупреждения внутрибольничной стафилококковой инфекции проводят дезинфекцию и бактериологическое обследование персонала на носительство стафилококка. лечение. этиотропные назначают полусинтетические антибиотики, устойчивые к воздействию бета-лактомаз, цифалоспорины, метицелин, оксоцилин. биопрепараты стафилококковый анотоксин назначается рабочим некоторых производств при хронических формах. стафилококковая плазма это жидкая часть крови доноров, иммунизированных стафилококковым анотоксином. стафилококковый иммуноглобулин самый ценный препарат, если только удастся его раздобыть. это гамма-глобулиновая фракция крови доноров, иммунизированных стафилококковым анотоксином. используется для лечения сепсиса. стафилококковый бактериофак применяется местно при нагноительных процессах. это может быть очищенный, жидкий, концентрированный, может быть линемент и могут быть таблетки с кислотоустойчивым покрытием. аутовакцина при хроническом фурункулезе антифагин это термостабильный стафилококковый антиген. культуру прогревают при 100 градусах и фильтруют. применяют при гненечковых поражениях кожи. препарат усиливает фагоцитарную активность лейкоцитов. стрептококки стрептококки лекция по таксономии это семейство стрептококкации относятся два вида пиогенный стрептококк стрептококкус пиогенус и стрептококкус пневмонии или пневмококк в этой лекции я расскажу вам о пиогенном стрептококке морфология это грамм положительные кокки расположены цепочками неподвижны спор не образуют патогенные штаммы имеют капсулу культивирование по типу дыхание облигатные и факультативные аэробы на простом мясопептонном агаре не растут элективные среды сахарный сывороточный кровяной бульон и агар на кровяном агаре образуют зоны гемолиза ферментативная активность вырабатывают сахаролитические ферменты к ферментам патогенности относят фибринолизин гиалуронидазу днказу рнказу стрептокеназу резистентность во внешней среде устойчивы к действию физических факторов месяцами могут сохранять жизнеспособность в высохшем гное и мокроте антигены в основе изучения антигенного строения лежат данные серологических исследований м антиген строго специфический обуславливает вирулентность с антиген групповой т антиген типа специфический п антиген общий для стрептококков и стафилококков по реакции прецепитации с с антигеном стрептококки подразделяют на 20 серологических групп группе а относят 49 сероваров стрептококки группы а выделяют эритрогенный токсин он важен при скарлатине вызывает сыпь стрептококки группы б дают послеродовая инфекция и сепсис группы ц заболевание мочеполовой системы группы д обитают в норме в кишечнике здоровых людей и вызывают раневую инфекцию факторы вирулентности адгезины обеспечивают стрептококком взаимодействие с цитоплазматической мембраной барьерного эпителия капсула она защищает стрептококк от фагоцитоза м-белок и эритрогенный токсин эпидемиология по источнику инфекции может быть экзогенное заражение воздушно-капельным путем контактным путем алиментарным или пищевым путем очень важно эндогенное заражение оно происходит при ослаблении естественной резистентности организма стрептококки как и стафилококки могут поражать любую ткань и любой орган но существуют специфические заболевания стрептококковой этиологии к ним относят ангину скарлатину ревматизм рожистое воспаление и нефрит по данным всемирной организации здравоохранения стрептококковой инфекции очень опасны в эпидемиологическом отношении наиболее опасны дети с поражением носа и ротоглотки у которых ангина и назофарингит в том случае если эти дети посещают детские сады и школы дети при этом жалуются немного горло болит а в то же время являются источником инфекции патогенез складывается из трех синдромов инфекционный синдром стрептококки размножаются во входных воротах вызывают воспаление могут распространяться кровью и тогда возникает генерализация процесса токсический синдром в кровь попадают токсины и развивается токсинемия аллергический синдром действуют протеиновые антигены именно аллергический синдром способствует развитию хронических стрептококковых инфекций так как возникает сенсибилизация организма иммунитет нестойкий и непродолжительный лабораторная диагностика поскольку стрептококки как и стафилококки это гноеродные кокки то исследуемый материал такой же первый метод бактериоскопический ориентировочный можно увидеть мазках грамм положительные кокки расположены цепочками второй метод бактериологический проводят выделение чистой культуры на мясо пептонном агаре по характеру гемолиза на кровяном агаре выделяют альфа гемолитические зеленящие стрептококки зона гемолиза с зеленоватым окрашиванием бета гемолитические и гамма не гемолитические стрептококки для идентификации определяют продукцию гиалуронидазы фибрина лизина на жидких средах стрептококки в отличии от стафилококков дают придонно пристеночный рост в виде хлопьев среда остается прозрачной это дифференциальный признак третий метод биологическая проба на кроликах ставится внутрикожно в результате возникает воспалительный очаг и некроз кожи четвертое серо логические реакции реакция связывания комплимента реакция прецепитации профилактика не специфическая она совпадает с профилактикой при стафилококковых инфекциях лечение в отличии от стафилококков эффективны антибиотики группы пенициллина можно использовать антибиотики пролонгированного действия после перенесенной ангины и рожи стрептококковый бактериофаг применяется как фаголизат стрептококков наружно на конкретных примерах разберем как проводится лабораторная диагностика стрептококковых инфекций в тех или иных случаях у больного на ноге возникло рожистое воспаление а из анамнеза выяснилось что пациент страдает хроническим танзелитом как же можно установить связь между рожистым воспалением и носительством стрептококков зеве как лечить данного пациента что можно сказать если из очага рожистого воспаления выделяется такой же стрептококков как из зева то это подтверждает что это рожистое воспаление возникло на основе заболевания хроническим танзелитом для лечения надо назначить антибиотики после определения антибиотика чувствительности еще задача больной обратился к врачу с жалобами у пациента болит горло и эти боли беспокоят его периодически на протяжении нескольких лет при осмотре врач обнаружил в зеве хронический воспалительный процесс какие бактерии могли вызвать такой процесс и какие препараты можно назначить для лечения данного пациента скорее всего это стрептококки но возможно и стафилококки для уточнения надо использовать бактериологический метод посев на кровяной и желточно-солевой агар если вырастут стрептококки для лечения назначаем пенициллин или эритромицин если это стафилококковая этиология после проверки чувствительности назначаем антибиотики резерва о пневмококках речь пойдет в следующей лекции благодарю за внимание скарлатина это острое инфекционное заболевание характеризуется общей интоксикацией организма ангиной и ярко-красной мелко-точечной сыпью по латыни скарлатинум ярко-красной возбудитель бета-гемолитический стрептококк группы а с первого по четвертой типы о свойствах данного микроба мы рассказываем в лекции стрептококки источником скарлатины является больной человек и носитель возраст болеющих это чаще дети от одного до восьми лет пути передачи воздушно-капельный при разговоре кашле чихании непрямой контактный путь это через предметы обихода например через детские игрушки в группе детского сада алиментарный пищевой путь через инфицированные продукты например молоко сезонность осенне-зимнее патогенез то есть механизм развития возбудитель попадает через входные ворота слизистые оболочки зева и глотку скрытый инкубационный период составляет 1-6 дней начало заболевания острое повышенная температура может быть рвота и это проявление токсического синдрома в зеве возникает ангина а на теле появляется мелко точечная сыпь это проявление действия эритрогенного токсина на второй третьей недели проявляется аллергизация организма это тахикардия учащенное сердцебиение волнообразная лихорадка и могут быть различные осложнения заболеваемость скарлатины сейчас невысокая но возможны групповые вспышки в детских коллективах преобладают легкие и средне тяжелые формы при недостаточном лечении возможны осложнения танзелит осложнения на сердце осложнения на почки осложнения на среднее ухо отит иммунитет стойкий антитоксический для определения напряженности иммунитета реакции дико не применяется а применяется реакция пассивной гемагглютинации с эритроцитарным диагностикумом микро биологическая диагностика метод бактериологический из зева берется мазок и засевается на кровяной агар это излюбленная питательная среда для стрептококка а затем проводится серологическое типирование разберем лабораторную диагностику на конкретном примере в одной из групп детского сада зарегистрирована вспышка скарлатины как же проверить наличие иммунитета в скарлатине у контактных детей как установить источник инфекции и какие препараты следует назначить для лечения и для профилактики скарлатины так вот наличие иммунитета можно проверить в реакции непрямой гемагглютинации с эритроцитарным диагностиком чтобы установить источник инфекции надо выявить носителей среди персонала это могут быть воспитатели нянечки работники пищеблока и среди детей берется мазок из зева для лечения заболевания применяется пенициллин а для профилактики применяется гамма глобулин благодарю за внимание газовая гангрена лекция синонимы клостридиальный миозид это полимикробная раневая анаэробная токсиномия с преимущественным поражением поражением мышечной ткани и резкой общей интоксикацией организма возбудитель носит название клостридиум то есть веретенообразной это говорит о том что микроб образует спору диаметр споры больше диаметра палочки по токсиномии наиболее важна клостридиум перфрингенс на ее долю приходится 44 90 процентов всех возбудителей это крупные палочки клостридиум перфрингенс неподвижная в организме человека и животных образуют капсулу а вот во внешней среде все виды образуют споры микроб является постоянным обитателем кишечника человека и животных грамм положительный культивирование облигатный или строгий анаэроб работу с культурами надо проводить по возможности в анаэробных боксах на среде кита тароце микроб дает равномерное помутнение с выработкой газа в агаре столбиком образуются колонии напоминающие диски токсины токсин возбудителя газовой гангрены это сильнейший биологический яд он термолебильный состоит из гемолизина некро токсина и летального токсина ферменты агрессии коллагеназа гиалуронидаза и лецитиназа эпидемиология может быть эндогенная инфекция после наркоза так как усиливается проницаемость кожи но все-таки чаще всего это раневая инфекция военного времени при экзогенном пути источником является человек и животное путь передачи непрямой контактный входные ворота раневая поверхность с инородными телами землей с обрывками одежды с осколками снарядов возбудитель проникает в виде спор в рану но затем прорастает вегетативную форму и выделяет сильнейший яд экзотоксин способствующие факторы наличие размаженных мертвых тканей нарушение кровообращения переутомления пониженное содержание в тканях кислорода и тяжелые условия транспортировки в ранее возникает травматический отек при прорастании экзотоксина отмечается первая фаза это отек а вторая фаза наступает гангрена мышц и соединительной ткани возможно следующие клинические формы эмфизематозная отечная форма флегмонозная форма и самая тяжелая путритная форма или зловонная она локализуется в области таза больной заживо гниет при этом случае плохой прогноз выздоровления инкубационный период составляет от двух до пяти дней в развитии болезни большую роль играет состояние реактивности организма иммунитет анти токсический лабораторная диагностика исследуемый материал кусочки некротизированных тканей раневое отделяемое отечная жидкость обрывки одежды перевязочный материал частицы земли первый микроскопический метод он ориентировочный второй бактериологический основной это выделение чистой культуры в три этапа с обогащением на среде кита тороци третий метод реакция нейтрализации токсина анти токсином она основана на способности анти токсической сыворотки нейтрализовать экзотоксин объектом для постановки реакции служат белые мыши при заражении белых мышей внутри брюшина выживает только та мышь у которой вид токсина совпадает с видом анти токсической сыворотки вот сейчас в эти дни в беруте произошел взрыв селитры погибло много людей пострадала центральная часть города у хирургов много работы люди пострадали они оказались под завалами и там работают бригада хирургов посланная из разных стран в том числе и из россии если больные доставляются в госпиталь с обширными ранами загрязненными почвой какие бактерии могли быть занесены в рану с почвой какие меры профилактики надо провести и если появляются первые симптомы какие препараты необходимо назначить для лечения бактерии это скорее всего кластридиум перфрингенс возбудитель газовой анаэробной инфекции для профилактики вводится столбнячный анотоксин и противогангренозный анотоксин для лечения вводится противогангренозная антитоксическая сыворотка лечение лечение проводится в хирургическом отделении при лечении очень важна правильная хирургическая обработка ран делаются лампасные разрезы которые способствуют аэрации раны для борьбы с вторичной инфекцией применяются антибиотики благодарю за внимание продолжаем тему кластридии столбняк возбудитель столбняка по латыни носит название кластридиум тетани это крупные бациллы длина их достигает 8 микрометров концы закругленные подвижные образуют терминальные споры поэтому имеют вид барабанных палочек грамм положительные культивирование строгие анаэробы растут только в без кислородных условиях токсинообразование продуцирует очень сильный экзотоксин две фракции тетана спазмин он поражает клетки нервной системы и вызывает тоническое сокращение мышц тетана лизин растворяет эритроциты по антигенной структуре выделяют десять сероваров патогенность для животных к столбнячному экзотоксину чувствительны многие животные лошади крупный и мелкий рогатый спкот свиньи собаки кошки морские свинки и белые мыши характер столбняка у животных восходящий куда бы не ввели токсин у мушки возникает спазм мышц хвоста и появляется хвост трубой эпидемиология источник заражения человек и все выше указанные виды животных они выделяют кластридии с испражнениями в почву споры кластридии столбняка в унавоженной почве обнаруживаются всегда в 100% случаев столбняк возникает в результате травм мирного и военного времени больше половины заболеваний столбняком возникает в результате ранений нижних конечностей лопатой ржавым гвоздем при работе в поле или на огороде при автомобильных катастрофах высок процент травматизма среди детей очень опасны военные игры мальчиков эжегодно столбняком в мире заболевает двести девять тысяч человек умирает пятьдесят шесть тысяч особенно в африке и юго восточной азии путь передачи как и при газовой гангрене непрямой контактной входные ворота ворота это поврежденная кожа слизистая у новорожденных детей пупочная ранка а при криминальном аборте у женщин это слизистая оболочка матки патогенез столбняк характеризуется токсинами поражением двигательных клеток центральной нервной системы и развитием тонических и клонических судорог в мышцах инкубационный период от 5 до 14 дней симптомы столбняка страшны и узнаваемы без лечения столбняк смертелен клиника первые признаки столбняка тоническое сокращение жевательных мышц тризму когда зубы крепко сжаты и рот открыть невозможно поэтому в госпиталях в годы великой отечественной войны врач во время утреннего обхода просил раненых бойцов разжать зубы и проверял этот симптом с помощью шпателя затем развиваются судороги мимических мышц лица появляется сардоническая улыбка и только позже ригидность распространяется на мышцы шеи спины живота и конечностей тело больного принимает вид дуги больной лежит на кровати опираясь на затылок и на таз любой внешний симптом сильный раздражитель может вызвать судорожное сокращение и смерть может наступить от асфиксии и паралича сердца иммунитет антитоксический слабый возможно повторное заболевание и столбняк у привитых лабораторная диагностика исследуемый материал кусочки тканей гной перевязочный материал у новорожденных выделение из пупочной ранки а у рожениц выделение из матки от трупа берется кровь кусочки печени и селезенки микроскопический метод первый ориентировочный видны типичные бациллы барабанные палочки второй бактериологический метод проводится также трехэтапно как при газовой гангрене третий метод реакция нейтрализации токсина антитоксином ставится на белых мышах контрольная мышка выживает вследствие введения антитоксической сыворотки у опытной мышки хвост трубой и ригидность хвоста мыши погибают при общем параличе мышц в характерной позе вытянув задние лапки это поза тюленя разберем конкретную ситуационную задачу задача следующая при поступлении в хирургическое отделение новой партией кетгота образцы были направлены для исследования в бактериологическую лабораторию с какой целью кетгот направили в лабораторию и как оценить пригодность кетгота к употреблению цель определить инфицирование возбудителем столбняка чтобы ответить на вопрос инфицирован кетгот или нет делают посев на среду кетотороци и фильтрат среды вводят двум группам белых мышей то есть ставят реакцию нейтрализации токсина анти токсином еще одна задача на приеме у хирурга находится пятилетний ребенок и военнослужащий с открытым переломом плеча какой препарат надо ввести каждому из этих пациентов пятилетнему ребенку надо ввести противостолбнячную сыворотку у матери ребенка надо выяснить привит ли ребенок от столбняка по схеме если привит то иммунизацию анотоксином проводить не надо военнослужащему также вводится анти токсическая сыворотка потому что он заведомо по эпидемическим показаниям ранее вакцинирован столбнячным анотоксином и так профилактика это плановая вакцинация столбнячным анотоксином делается детям с трех месяцев а также военнослужащим строителем леса заготовителем вакцинация входит в национальный календарь прививок лечение специфическое вводится анти токсическая противостолбнячная сыворотка внутри мышечная а также для лечения используется гамма глобулин из крови людей благодарю за внимание ботулизм тема лекции кластридиум ботулином или палочка ботулизма это грамм положительная бактерия вызывает тяжелую пищевую интоксикацию вызвана бонтулиническим токсином и характеризуется поражением нервной системы интересна история открытия возбудителя возможно ботулизмом болели на протяжении всего периода существования человечества византийский император лев шестой запретил употребление в пищу кровяной колбасы из-за опасных для жизни последствий документально заболевание было зафиксировано в 1793 году когда в вюртемберге заболело 13 человек употреблявших в пищу кровяную колбасу от слова колбаса болезнь получила свое название в конце 19 века в бельгии 34 музыканта готовившихся играть на похоронах съели сырую ветчину домашнего приготовления в течение суток у большинства музыкантов начали проявляться симптомы ботулизма в результате трое погибли а еще десять находились в тяжелом состоянии из остатков ветчины и из селезенки пострадавших бактериолог эмиль ван эрмингем выделил возбудитель и назвал его бациллус ботулину свойства микроба это палочки с округленными концами размером 4-6 микрометров подвижные при неблагоприятных условиях образуют споры расположенные терминально и субтерминально строгие ан аэробы грамм положительны по культивированию на кровяном агаре с глюкозой образуют желтоватые колонии линзообразной формы все типы кластридиум ботулину образуют желатиназу лицетиназу и проявляют широкий спектр сахаролитической активности токсины возбудитель ботулизма кластридиум ботулину продуцирует экзотоксин это самый сильный из всех известных бактерийных ядов может быть использован как бактериологическое оружие по своему действию превосходит химические яды из ботулиотоксина а получен диспорт он используется в косметологии против мимических морщин в минимальной дозе равной одной двухтысячной лечебной дозе ботулинические токсины выдерживают высокие концентрации поваренной соли не разрушаются в продуктах содержащих специи присутствие ботулиотоксина в пищевых продуктах не изменяет их органы лептических свойств колбаса также аппетитна и замечательный запах эпидемиология возбудитель ботулизма широко распространен в природе обнаруживается в кишечнике домашних диких животных попадая во внешнюю среду в почву выл озер в спорах длительное время сохраняется заболевание может возникнуть при употреблении тех продуктов которые хранились в анаэробных условиях или близких к тому условиях без термической обработки это консервы особенно домашнего приготовления копченые вяленые мясные заболевания в россии чаще заболевание связано с употреблением грибов домашнего консервирования в европе мясо и колбасных изделий домашнего изготовления а в соединенных штатах америки бобовых консервов в этих случаях возникают семейные вспышки заболевания преобладают заболевания обусловленные токсинами а б и е реже случаи заболевания возникают при заражении спорами это раневой ботулизм и ботулизм новорожденных своеобразной формой раневого ботулизма является ботулизм наркоманов заражение происходит в результате инъекций черного героина исходным материалом для его материал загрязненной почвы и контаминированной спорами у младенцев ботулизм отмечается в первые шесть месяцев жизни обращают внимание тот факт что ботулизм младенцев регистрируется в социально неблагополучных семьях которые проживают в плохих санитарно-гигиенических условиях патогенез патогенез очень плохо изучен и существует множество споров в отношении характера действия токсина на центральную нервную систему ботулинический токсин проникает в организм с пищей и всасывается уже в полость рта доза поступившего токсина определяет длительность инкубационного периода если инкубационный период очень короткий то симптомы развиваются стремительно если количество токсина невелико то идет постепенный процесс активации токсина клиника инкубационный период при пищевом ботулизме от 8 часов до 10 суток а при раневом до 2 недель начало заболевания постепенное особенность ботулизма нет лихорадки и это объясняет большое число диагностических ошибок особенно при полиморфизме клинических проявлений первое наиболее постоянные симптомы мышечная слабость ноги ватная и головокружение мышечная сила в руках резко ослаблена если больной сидит голова опущена он не может сжать руку собеседнику нарушение солевации один из ранних и частых симптомов сухость во рту бывает очень сильной пациент постоянно пьет воду или смачивает водой язык также ботулинический химический токсин вызывает гастроэнтерит но гастроэнтерит кратковременный тем не менее больной может попасть на операционный стол ошибочно с подозрением на кишечную непроходимость яркий ранний симптом нарушение зрения больные не могут читать текст лежащий перед ними и жалуются что перед глазами появляется сетка затем нарушение глотания больные жалуются на комок в горле начинают поперхиваться при глотании а голос становится гнусавым и тихим рвотный рефлекс часто отсутствует иммунитет не формируется потому что летальная доза токсина при ботулизме ниже той которая понадобилась бы для стимуляции иммунных реакций лабораторная диагностика исследуемый материал остатки пищи рвотная массы промывные воды желудка кровь моча исправления исследования проводят в двух направлениях первое это обнаружение ботулинического токсина с помощью биологической пробы в реакции нейтрализации с использованием антитоксических сывороток биопроба ставится на морских свинках или на белых мышах которым вводят фильтрат бульонных культур пищи рвотных масс одной группе животных вводят прогретый фильтрат и при наличии токсина погибают животные той группы которым вводили непрогретый фильтрат кроме того лабораторным животным вводят смесь фильтрата с поливалентной антиботулинической сывороткой при этом животные не должны погибнуть второе направление получение чистой культуры на среде хитто тороци выделенную культуру изучают и идентифицируют на конкретных примерах разберем как проводится диагностика ботулизма в конкретных случаях после употребления в пищу грибов домашнего консервирования в семье отмечено два случая острого отравления с неврологическими симптомами с помощью какого лабораторного исследования можно выяснить причину заболевания какой препарат необходимо экстренно назначить больному в этой задаче по видимому диагноз ботулизм для подтверждения диагноза ставится биологическая проба с остатками пищевых продуктов с рвотными массами на белых мышах для лечения используется противоботулиническая анти токсическая сыворотка вторая задача в инфекционную больницу поступил больной с подозрением на ботулизм в анамнезе употребление рыбных консервов из бомбажной банки как провести лабораторную диагностику и какой препарат необходимо вести пациенту метод диагностики тот же что и в предыдущей задаче биологическая проба лечение проводится противоботулинической анти токсической сывороткой как проводится профилактика ботулизма она основана на соблюдении гигиенических требований почвенный микроб может попасть в пищевой продукт вместе с частичками земли но в мясные изделия он попадает со специями с пряностями с перцем с кардамоном с поваренной солью возможен иной путь попадания микробы в мясные продукты от больных животных или непосредственно через мясо или через кишечное сырье используемое для приготовления колбасных изделий если микроб находится в консервах то надо знать что тепловая обработка не уничтожает его споровую форму в консервах возникает бомбаж банка вздувается под действием газа продуцируемого микробами такие продукты нельзя использовать в пищу или кормить животных лечение всегда только в инфекционной больнице в первую очередь из кишечника пациента удаляют остатки отравленной ботулитоксином пищи и применяют обильное промывание желудка специфическое лечение это срочное введение противоботулинической сыворотки нейтрализующий яд экзотоксин благодарю за внимание что понравилось сейчас плейлист